Любое земледресение и все это дело рухнет и ускорит разрушение дома. Вообще металлическое. По контракту там четко написано, что должна быть железобетонная лестница. А у нас здесь вот такая вот. И вот здесь написано, что гораздо меньше. Должно быть не менее метра, здесь 0,9 метра. 90 сантиметров. Сегодня жильцы дома вспоминают. Еще когда только эти дома строили, они выглядели как карточные домики. И эта внешняя несерьезность уже в первый год отразилась на качестве проживания в квартирах. Зимой 15-18, выше нуля, летом больше 40. Плюс плесень, непостоянный груз, страха, что или лестница обрушится, или щитовая загорится. Но люди не сдаются. Все эти годы они продолжают отстаивать свои права на нормальные условия жизни. Весной по инициативе спековцев была проведена энная по счету техэкспертиза состояния дома, которая показала, дома аварийные. Администрации непосредственно дали протест и сделали свою экспертизу. Произвели экспертизу, где мы были все 25 человек на межведомственной комиссии. 20 июня она у нас была. Мы не были ознакомлены с этой экспертизой. Кто проводил, имеет ли он лицензию, на каком основании, кто ее назначил. Что просто они читали нам по шпаргалкам и вынесли свое решение, что будут восстанавливать они нам здесь строительные работы. Но сколько восстанавливать эти строительные работы? Уже с 2013 года непосредственно идут разрушения. По словам жителей, на межведомственной комиссии было предложено провести капитальный ремонт. При этом все гарантийные сроки с момента официальной сдачи объектов в эксплуатацию уже вышли. О том, что с домами далеко не все в порядке, было ясно уже через полгода после их заселения. А специалисты из числа общественников еще в ходе строительства говорили о том, что жить в них будет нельзя. Эту серию, вот так получились, сложились обстоятельства, что в 1982 году я привозила из Барнаула для строительства сараев, которые производили в то время за территорией 257-258 зданием Сипри-Вурмаша. Это была территория химкомбината, завод минеральных удобрений. И это именно было для взрывоопасных, очень дешевый вариант, который категорически нельзя применять для строительства жилья. Но живут, потому что уйти некуда. Мало того, в этих домах есть семьи, купившие квартиры под материнский капитал. А для этого, как известно, необходимо заручиться разрешением многих и многих инстанций. У нас даже риэлторы не соглашались, что не будем связываться с этими домами спековскими. Но администрацию у нас прям одобрили за здравствуйте. У нас промерзает полностью стена, пол, ледяной у нас, ледяной прям пол. Летом дышать нечем. Все, дети у меня в деревне старшие. Вот с этой маленькой мы стараемся либо выехать, либо уехать куда-то, ну, к родственникам, к знакомым. О том, как выживают в своих квартирах, жители Гори и Европеек могут рассказывать часами. Наболело. Вариант капитального ремонта их не устраивает. Они намерены обращаться в Генпрокуратуру и дальше выше, до Верховного суда. И это несмотря на то, что почти каждая из проживающих здесь семьи в среднем на судебные сдержки уже потратила до 100 тысяч рублей. Почему администрация Бийска приняла решение капитально ремонтировать эти дома, вместо того, чтобы смириться с их аварийностью? Узнаем, когда получим ответ на официальный запрос, который мы направили уже сегодня. Марина Волкова, Андрей Сегаев.